Француз был одним из первых, как бы это самая первая поросль батальона, когда нас было может быть полторы-две сотни летом 2014 года. Он пришел к нам и был практически во всех горячих точках во всем туре Азова от начала и до конца. Француз был взрослый человек, самодостаточный, с нормальной жизнью, ему было что терять. Он не разочаровался в полку, не разочаровался в войне, как очень многие, не начал утверждать про то, что все проиграно и так далее. Он оставался до последнего. Был примером для молодежи, водил разведку 2-й роты и вообще пехотного батальона. Был нарванным боевым активом. Француз это такая потеря, знаете, вот всегда, вы уже коллектив, да, многие из вас. Вы сами знаете, что есть стержневые люди, лидеры, на которых держится абсолютно все. 10 человек действуют хорошо и правильно, когда хорошо и правильно действуют лидеры. Эти же 10 человек ничего не могут, как только выбиваешь лидер. Француз был вот таким вот костяком, вот этим маленьким стержнем Азова, которых может быть на самом деле там в полку из 1600 человек 2-3 сотни в предельных показателях. Он был одним из них.